По вашим просьбам, вашему вниманию, интервью с Владычицей Марии. Дорогая Владычица Мария, приветствую тебя. Еще недавно я видела темное руководство планеты, когда просматривала твое владение, находящееся ниже тебя по иерархии. Сейчас все выровнялось по свету. Еще недавно ты говорила о том, что уходишь с планеты, завершая свою деятельность. Сейчас я снова вижу тебя, правда, на более высоком и иерархическом месте. Вчера на уроке в школе СБ нам сообщили, что был раскрыт заговор руководства планетой. Можно узнать подробности? Владычица Мария. Меня вытеснили на более высокое место, в более высокий план. Я теперь только наблюдатель и куратор, но с правом посещать нужные инстанции и оказывать влияние на исход спорных вопросов. Вообще планета наша ища Диада, и я говорю это с сознанием дела, но мы превращаем ее снова в ангельский приют, поднимая вибрации Земли и человечества. Не так просто поднять сознание планеты, если она на то не готова. И вот поэтому вокруг нее много борьбы и неуспехов. Почему планета не готова поменять сознание? Потому что на ней много низковибрационных составляющих, начиная от существ, заканчивая особыми технологиями, которые удерживают планету в социально неприемлемых условиях. Обычно нам не мешают те существа, которые сосредоточены в низких астральных областях, они мало управляют планетой, но сейчас сложилось состояние, когда и люди активно вмешиваются в дела планетарные, потому что у части из них сложилось впечатление, что они вправе удерживать всех людей на уровне преступного своего руководства и управлять ими. Это тоже астральные люди? Да, большинство из них могут входить в плотность земную, но обычно они в астральном состоянии, именно они осуществляют непосредственное управление планетой и не хотят подъема сознания, чтобы оставаться на своем иерархическом месте. Это духи типа Бафомета? Да, и более высокие по вибрациям существа, которые оккупировали планету и не дают людям продвинуться вверх по сознанию, опуская творчество, искусство, музыку и науку в низкие вибрации. Именно эти надстройки всегда оказывают достойное влияние на подъем культуры и науки. Сейчас же происходит оболванивание публики через наркотики, алкоголь, табак, через поп-культуру, через порно и прочее. И культура пошла вниз, а в науке на страже секретности встали военные. Сейчас пропагандируется все низкое и выхолощенное, все цифровое, начиная от музыки и изобразительного искусства, заканчивая языками и культурой. Это на руку технологической системе, которая здесь, на планете, главенствует. Но сейчас положение начало резко изменяться. Видя негативные тенденции изменения в планетарном социуме, логос планеты начала активно помогать исцелению пространства и людей, вообще всех существ. Именно поэтому я смогла удержаться на своем посту и помогать людям и другим существам планеты выйти на более высокий план, а некоторым выйти на поверхность из подземелья, подняв свое сознание и подписав некоторые условия жизни на поверхности. Планетарное правительство было смещено? Да, происходит замена правительства и устоявшегося типа правления. Сейчас на смену пришли другие существа, обученные и необученные, которые будут устанавливать новый вид правления на планете из высшего ментального слоя. Начала действовать программа осветления, которые будут устанавливать новый вид правления на планете из высшего ментального слоя. Начала действовать программа осветления и прочищения дебрей сознания людей, выход на более высокий план существования, включая освобождение от рабства и воспитание нового поколения в других социальных условиях. Человечество вправе знать гораздо больше из науки и технологии и самое главное из духовной культуры, которую тщательно оберегают все кураторы, чтобы ручеек духовности, который еще продолжает поступать на планету, не прекращался. Именно духовность, перекрывая все открытия науки, культуры способна вывести человечество на более высокий план существования. Поэтому мы обращаемся ко всем деятелям духовности на планете. Держите свой свет и не прекращайте свою деятельность, как бы она не осложнялась, запретами, цензурой или болезнями. Потому что это и есть то самое, что поддерживает планету и всех людей в нужном вибрационном плане. Любите всех людей вокруг себя и распространяйте эту любовь повсюду, говорите о ней, следуйте ей в жизни, помогайте другим узнать о том, что есть другой путь через принятие и согласие между людьми. Но часто людей оболванивают, обманывают, манипулируют и заставляют делать то, на что они не согласились, будь их воля, лишают возможности проявлять свою волю и делать то, что хотелось бы им самим. В частности, я говорю о правительствах и силовых структурах. Тебе сложно судить об этом, потому что многое остается в неизвестности. И некоторые решения все-таки остаются волевыми, вопреки, а не на поводу. Но, разумеется, стоит изменить многие законы и решения, которые принимаются правительствами, ввиду их несовместимости с правами и свободами. Что внизу, то и вверху. На твоем плане сейчас какие новости? Планета перешла в свет. Состоялось то, о чем вы грезили столько столетий. Но это совсем не означает, что земные правительства и люди на физическом плане тоже перешли в свет. Предстоит еще долгий период адаптации к новым световым условиям, чреватый капитализмами и войнами. Воинами не такими, как были до сих пор, силовыми и разрушающими все вокруг, а более изощренными и невидимыми, но не менее разрушительными в плане воздействия на Солнечную систему в целом. Сейчас много наблюдателей вокруг планеты на кораблях. Чем они занимаются, кроме наблюдения? Могут ли они, по нашей просьбе, помочь людям снять иго астральных завоевателей? Иго в целом снято, но в умах людей оно все еще есть и даже развивается. Как будто вам понравилось воевать, убивать друг друга, самыми изощренными способами надругаться над слабыми и выпячивать силу. Сейчас человечеству предоставлен выбор, как вести себя в дальнейшем, какое будущее вы выбираете, что предпринимаете в целях осветления и просвещения. Предоставлен карт-бланш. Но об этом никто не знает. Воля человека самая разнообразная. От «хочу все иметь» до «мне ничего не надо», «только оставьте меня в покое». Правительствам надо было предоставить людям возможность подумать о том, какую страну они хотели бы иметь. Собрать своеобразные вещи, вынести на обсуждение и критику современное положение вещей. Дело касается экономики, политики, образования и воспитания. Научить людей здоровому образу жизни, и тогда медицина почти не пригодится. Научить людей любить в семье и на производстве, и тогда меньше будет травм и трагедий. Научить людей думать и выбирать, высказывать свое мнение, открыто обмениваться опытом. Исключить обман, ложь из обихода, понять, понятие чести и справедливости, совести и честности. Научить коллективизму. Все эти понятия соответствуют более высоким вибрациям сознания. Планета вышла в космос, и в космосе надо научиться вести себя достойно, а не как рабы и пушечное мясо. Не как завоеватели, а как несущие культуру, достоинства и процветающие высшие существа. Для этого и надо воспитывать таких детей, привив им уважение и почитание друг друга. Каким ты видишь наше будущее? Все зависит от людей. Да, это так. Вы самая большая часть планеты, определяющая ее будущее. Есть несколько временных линий, которые намечаются именно сейчас, когда вы отрезаны от прошлого и предоставлены себе, своему коллективному выбору. Самая светлая линия, та, о которой вы все грезите. Назовем ее коммунизм. Потому что это известное всем понятие, есть средние временные линии, которые варьируются от светлой до серой, когда права и свободы ограничены в той или иной мере. И темная линия диктатуры и террора. Разумеется, никто не выбирает террор. По какой случайности он может наступить? Думаю, что он не сможет наступить при образованности и открытости сознания на сегодняшний день. Но все-таки такая вероятность предоставлена. С другой стороны, люди привыкли к определенной свободе и не допустят опускания в плотность снова. А кто управляет планетой? Сейчас образован консорсум планет сил света, который управляет всеми планетами и образует единое правительство сил света. Он пришел на смену управителям Земли. Вернее, стал определяющим для того, чтобы Земля соблюдала все договоры и правила космического общежития. Есть и местное самоуправление, которое недавно было замещено более светлыми и демократичными существами. Это люди или сущности других цивилизаций? Это разные существа, жившие на планете до вас и будущие люди, вернее, развитые и богатые воображением. Есть ли представители внутренней Земли? Есть, разумеется. Они соблюдают нейтралитет и заботятся о процветании всей планеты. Пока не намечено больших мероприятий по спасению планеты, но идут дебаты и обсуждения о планах поддержка океанов, очистка суши, спасение животных и людей. образование, культура и воспитание через инопланетные достижения и новации. Привить людям доброжелательный образ мысли. Обучение смотреть вперед в последствия каждого дела. Поднятие вибраций сознания, сострадание и любовь, милосердие и гуманность, наказание будет через голографическое испытание на себе аналогичного вреда, нанесенного существом для глубокого понимания последствий нанесенного вреда. Испытание на голографическом полигоне новаций и последствий вводимых новшеств. Глубокое проникновение в причины душевных мук для нейтрализации мучений и страданий. Исцеление многих болезней разума и тела. Клонирование органов и замена больных частей тела. Создание радостной и благостной близости в семье. Воспитание глубокого взаимопонимания детей и взрослых. Осознание причин душевной благодати и обучение достигать ее самостоятельно. обучение смирению и скромности в желаниях, обуздание алчности, гордыни, жадности и зависти, переоценка ценностей, обучение коллективизму и взаимопомощи, возврат коллективной власти. Большее осознание себя и своих целей, предназначений, талантов и их реализация. Подчинение своих талантов на пользу или удовольствию всех людей. Поднятие вкусов публики, работа по воспитанию грамотных и компетентных потребителей искусства. Новые праздники, традиции и действа. Новое искусство. Новые привычки и предпочтения. Новые потребности. Новые религии без преклонения и рабства. Развитие духовных потребностей и устремлений людей, выраженных в любви и связи с создателем. Многомерность в действии, соединение с высшим Я, как привычка и потребность. Учительская духовная система преобразуется, пока не скажу, как именно, но на смену старым учителям приходят молодые и дерзкие, более свободные и не привязанные к догмам религии. Религия будет упразднена со временем, как отживший институт, прогнивший и устарелый. Церкви будут преобразованы в духовные школы мудрости. В заключение могу сказать, что старая система проиграла и на смену ей выходит молодая, пусть пока не вызревшая система нового времени, которая ориентирована на человека и его жизнь на Земле и в космосе. Через смену поколений планета преобразует себя и выровняется с другими, более высокими по сознанию системами. Самые тяжелые времена позади, впереди светлое будущее. обслуживаю. Обслуживаю.